Всем привет, мои любимые, мои хорошие. Сегодня, как всегда, у нас будет влог, день со мной и примерка. Сегодня будет примерка и обзор вещей от любимого Василька. Любимый Василек это фирма Ивановский Трикотаж, сайт Ивановский Трикотаж. И давайте посмотрим, что же мне сегодня прислали. Посылка сегодня небольшая, вещей немного, но все нужное, необходимое непосредственно для дома. Мне очень нравятся вот эти вот домашние все костюмчики. Вы это уже все прекрасно знаете. И сегодня я еще хотела кое-что подарить зрителям. Вот такой вот, по-моему, спортивный костюм я заказала. Это новинка, таких еще не было. Вот такой вот теплый халат. Это я заказывала, кстати, в то время, когда у нас было дома очень холодно. Мне он нужен был. Ты замерз сейчас? Тебе, значит, нужно халат заказать. Так, пижаму заказала. Но сейчас-то вот как бы, не знаю, мне тепло, Ваня, что-то это. Так, и вот такая вот футболочка. Самое интересное, догадайся, Вань, почему я тебе ее заказала? Ты прочитал? В общем, смотрите, футболка мужская Иван. Представляете, Иван. То есть, как бы, ну, с таким названием грех не заказать футболку. Поэтому Ваня нам сейчас ее померяет. А я вам скажу, сколько она стоит. Футболочка эта стоит 358 рублей. Вот такая моделька. Все ссылки будут под видео в описании. Я потом вам покажу, как и что найти. Так, вот такая вот футболка. Футболка. Это стопроцентный хлопок. Подойди ко мне, пожалуйста, сзади. Я покажу. Не ценник, а этикетку. Стопроцентный хлопок. Ну, кое-кто любит поплясать. Это 48 размер. Вань, ну, отойди чуть-чуть в сторонку. Я понимаю, что у меня супертанцор. В общем, такая расцветка необычная, привлекающая к себе внимание для мальчика. Нравится тебе такая? Да. Да? Для мальчика самое то. Кстати, шорты тоже отличные в носке. Покупали мы их в прошлый раз. Я вам всех их показывала. Тоже на сайте Ивановского трикотажа. Любимый Василек. Ну, тапки к Васильку не имеют отношения. Но Ване я вот такие вот заказала в сером цвете. Они мягкие, удобные. В общем, ну, речь сейчас не про них. В общем, вот такая вот красота за 300 рублей. В филенте? Да. Ну, вот видите, все. Теперь у Вани будет на сменку еще одна футболочка. Большая. Просто ему нравятся такие вот объемные вещи. Так, дальше сейчас посмотрим с вами костюмчик. Костюмчик тоже, мне кажется, стопроцентный хлопок. Сейчас посмотрим с вами по составу. Так, что касается состава. Вот здесь внизу футер с лайками написано. Не концентрируется. Хлопок 70% здесь в составе стирать при 30 градусах. Такой костюмчик нужно. Легкий. Я его заказала тоже. В то время надо было холодно. Думаю, надо по дому ходить в каких-то таких теплых вещах. Поэтому заказала для дома. Но можно как и спортивный вариант. Давайте померяем. Вот такой вот костюмчик. Цвет темно-серый. Я вам показывала. Сейчас еще раз покажу поближе на свет. Все-таки немножко у меня отсвечивает здесь волшебное мое зеркало. Как его многие называют. Здесь есть вот такой какой-то принт. Что-то написано. Ваня, не знаешь, что такое way означает по-английски? Кофта с длинным рукавом way. Не знаешь, что такое означает по-английски? Way. Boutch. 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 А, Boutch. Boutch. В общем, не знаю. Вис конси. Ну, можешь идти пойти прочитать. В общем, ну, мне нравится, когда вот у любимого Василька, это вот, мне кажется, их фишка. То есть, они берут какую-то однотонную вещь и на нее наносят какие-то такие вот большие буквы белого цвета. И вещь сразу же начинает. Ну, то есть, если бы она была просто серая, да, однотонная, это было бы не то, да. Нет, это серый цвет. А вот так вот вместе с буквами, то есть, они освежают. И здесь получается вот такое вот красивое сочетание белого с серым. Ну, во всяком случае, в общем-то, как бы мне нравится. Здесь, как всегда, брюки на манжетах внизу. Мне тоже это очень нравится. И, в общем-то, в этом костюмчике можно и заниматься в том числе. Оксана, допустим, сейчас ходит у нас на танцы и с удовольствием занимается в костюмах от Василька. То есть, они легкие, удобные. Ну, а я заказала, чтобы вот ходить по дому, когда дома прохладно. Сейчас, слава богу, тепло, так что можно ходить в пижамах. Ну, а это такой прохладный вариант. Кстати, вот здесь внизу тоже, так, сейчас я там покажу вам на свет, такая вставочка сделана. Это не резинка. Давайте вот. Вот так вот, смотрите. В зеркале он кажется такой черный практически, а на свету вот он такой вот темно-серый. Вставка здесь сделана, то есть, подчеркивает пояс. Если у кого-то есть пояс. В общем, самое главное, это, конечно же, стоимость этой вещи. Давайте посмотрим. Вот такой костюмчик для активного отдыха стоит 1960 рублей. Что, следующее посмотрим. Давайте посмотрим халат. Халат я заказала 52 размера. У них обычно, знаете, вот как бы любимый Василек, у них всегда есть запас. И даже, несмотря на то, что здесь написано 170 на 104 на 110, то есть, он легко и на 54-й тоже подходит размер. И даже, может быть, нет, ну, за 56-й не скажу, но, в принципе, тоже возможно. Халат такой стоит 1732 рубля. Итак, размер 52. Размер 52. К вопросу о размере. К вопросу о размере. О моем размере. Так, значит, 52-й размер. Посмотрите, как здорово он смотрится. Представьте, что вы вышли сейчас из душа. Обычно, когда из душа выходишь, немножечко прохладно. То есть, надеваешь вот такой вот легкий халатик. Легкий. Я имею в виду, он с одной стороны теплый, а по весу он очень-очень легкий. И вы идете, наслаждаетесь чайком, кофейком, согреваетесь, получаете удовольствие. На самом деле, качество халата очень классное, замечательное. Ну, и мне кажется, любая женщина получит действительно удовольствие от этой вещи. Так, следующая пижамка. Вот эта вот 756 рублей стоит. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. 52-й размер. 170 на 104 на 112. Очень яркая, красивая здесь расцветка с мишкой. Я таки очень люблю. Прям вот вообще. Обалдеть, какая красивая вещь. И она идет вот с такими вот брючками. Тоже моя любимая расцветка. Все это у нас хлопок. 100% хлопок. Давайте посмотрим, как это все будет смотреться. 756 рублей. Карманов нет. Карманов нет. Так, 756 рублей. Вот такая вот яркая, очень-очень яркая, создающая дома настроение пижамка. Здесь я не пойму. Зайчик, что ли, уснул на мишке? Да? Не видно. Вот это вот называется эмодзи. У меня была пижама тоже от Василька, она и есть, серенькая. Меня там постоянно обвиняют в непонятных вещах. Так вот, вот это вот выноска эмодзи. То есть спят. Это обозначение того, что... Так хочется в руку карманов положить. А, спать вместе – это счастье? Спать в компании – это счастье. Ваня у нас переводчик с английского языка. В общем, вот таким вот образом все это смотрится. Очень просторные здесь брючки. Вот как бы у меня по параметрам-то 54-й, но 52-й мне нигде не жмет, нигде не давит. Вот здесь вот такая плотная, толстая резинка вшита в середину. Ну и, соответственно, вот так вот это смотрится. Хотите выше, хотите ниже. Сейчас на свет покажу, чтобы ничего не бликовало. В общем, я в полном восторге нахожусь. Ну и на свет у нас выглянуло солнышко. За последние два дня впервые выглянуло солнышко. Вот такой вот цвет. Цвет немножко бликует в зеркало, потому что, может быть, напротив лампы расположено. Вот такой вот яркий, насыщенный цвет. В общем, реально качество очень хорошее. Рекомендую. Так, ну и последняя вещь. Это та вещь, которую я хочу отправить в подарок. Здесь 54 размер. Пижама женская ананаса. 882 рубля стоит такая пижамка. Давайте сейчас ее откроем. Так, что она из себя представляет? Вот такую вот белую хлопчатобумажную, 100% хлопок-футболочку. С синими яркими вставками. И вот такие вот шортики с авокадо. С рисунком авокадо. В общем, все это смотрится очень ярко. Ну и давайте посмотрим, как это будет смотреться на мне. Смотрим. Показываю вблизи, да, чтобы издалека не смущать никого. Такими шортиками. Шортики здесь короткие. Вот здесь немножечко прострочено внизу. Потом покажу. То есть такие узенькие. Вот такая вот яркая белая футболочка. Ну и вот таким вот образом все это вместе смотрится. Мне очень нравится здесь вот этот вырез. Ну и, соответственно, вот эти вставочки с кармашком. Мне очень нравится. Ваня, тебе нравится? Мама в такой пижамке. Ну, это и пижамка, и домашний костюмчик. Я очень люблю готовить в таком виде. Вот на самом деле это легко. Особенно, когда вы находитесь на кухне. Там обычно жарко, потому что там работает печка. И, соответственно, хочется что-то такое надеть поудобнее. В общем, вот такой вот вариант. Сейчас покажу, как найти все эти вещи на сайте Ивановского трикотажа. Итак, показываю, как искать ссылки на товар. Многие знают, но многие еще до сих пор спрашивают меня, задают эти вопросы. Вот здесь вот открывайте видео, которое сейчас будет с Ивановским трикотажем. Последнее. Вот здесь вот под названием видео есть такая вот кнопочка «Еще». И вот здесь вот это вот все идут уже ссылки. Здесь ссылки, в частности, на мой батончик, который мы продаем. Батончик из цельных злаков и клюквы. То есть, вы можете попасть. И точно так же вы попадете на вещи Ивановского трикотажа. У меня на канале есть целый плейлист по Ивановскому трикотажу. Если кому-то нужны вот какие-то артикулы, мне частенько задаете. Я, разумеется, не помню. Но здесь есть все плейлисты. Можете нажать. И выбрать здесь именно Ивановский трикотаж. Вот он у меня целый плейлист. Здесь 28 обзоров на Ивановский трикотаж. Вот, допустим, мне халат спрашивали. Лена, где ты такой халат купила? Как раз таки вот Ивановский трикотаж. Вот здесь вот, значит, вы открываете. И вот пошли сразу же у вас все ссылки на вот этот вот женский халат. Пожалуйста, сюда вот просто-напросто нужно нажать. И вот он идет. Это в оранжевом цвете халат. Все. Дальше просто сделать заказ. Сайт Ивановский трикотаж. То есть, ничего сложного нет. Так. Ну и что касается вот этой пижамы. Я хочу сделать подарок. Но я еще не знаю кому. Сейчас объясню, в чем дело. Я рекламировала на моем канале батончики. Батончики, которые мы сейчас продаем через Ваутберес. И просила, кто будет заказывать, зрителей, чтобы они оставляли комментарии. Заказало на самом деле огромное количество людей. Даже у нас остатки уже заканчиваются практически. И мне вот понравился один из комментариев, который оставила Ирина. Вот она оставила его вчера. И я бы хотела вот ей отправить эту пижаму, если у нее есть такое желание, если у нее подобный размер. Сейчас покажу. Вот такой вот она комментарий здесь оставила. То есть, ей понравились шоколадки. Она не поленилась, зашла сюда ко мне. В общем, это очень для нас важно, когда сейчас только-только мы начинаем. В общем, вот Ирина. Я не знаю, как мне посмотреть ваши координаты. Два года, кстати, на сайте. Но, к сожалению, без картинки, без фотографии. Вы мне напишите, пожалуйста, если вам такая пижама нужна, на почту kinga022.com.ru. У меня везде указана точно так же в инфобоксе в описании моя почта. Напишите свой почтовый адрес, и я вам с удовольствием пришлю. Обязательно адрес, телефон, индекс для почты нужно. Я вам с удовольствием пришлю в подарок такую пижамку. И буду дальше разыгрывать такие же варианты для зрителей, которые готовы поддержать какие-то мои новые начинания. Для меня это действительно очень важно. Так, ну и, соответственно, про сайт я вам сказала. Ивановский трикотаж. Ну, а дальше, соответственно, что у меня еще? Что меня еще ждет? Готовка, готовка. Я вам вчера показывала, купила я эти копченые кости. Так, сейчас я сложу эту пижаму, переоденусь. Ну, и переходим к повседневной рутине. Варю я сейчас гороховый суп. Но варю я их вот со вчерашних вот этих вот костей, которые я взяла копченые кости белорусские. Слушайте, качество я вот чуть-чуть попробовала. Кости вообще изумительные. Одно сплошное мясо. Но я потом доставлю. Варится у меня здесь сейчас уже горох, кости, все это вместе. Варю я это все вместе где-то час двадцать. Бульончик такой, видите, насыщенный. Это собираю все, что ненужное. И, ну, покажу сейчас, как, что я добавляю еще в гороховый суп. Ну что, бульон у меня час отварился. Картошечка мелко порезанная. Вот в моем найсере, дайсере, которому уже десять лет с лишним. Так, добавляемся. Делаю, как всегда, зажарку с луком. Лук посолила, поперчила. Перец черный, молотый. И очень удобно здесь, конечно, морковка. Морковку некоторые трут, не, натирают. Но мне нравится вот так вот она больше. Кубиками, брусочками. В общем-то, как-то, мне кажется, от нее вкус уже идет совершенно другой. Тоже обжариваю все это дело с луком. И обязательно сюда добавляю. Добавляю куркуму обязательно. Молотую куркуму. Почему? Потому что цвет у супа будет совершенно другой. У зажарки будет другой. У супа будет другой. Видите, лук пожелтел сразу же моментально. И, соответственно, бульон такого будет красивого. Красивого, насыщенного цвета. Ну и у меня огромное количество яблок, с которыми надо что-то делать. Кстати, яблоки оказались не очень вкусные на самом деле. Мягкие. Знаете, вот нет как-то у них хруста какого-то. В общем, мне посоветовали их запечь. Запечь с орешками. Я убрала у них сердцевинку. Добавляю сюда орешки в эту сердцевинку. Орешков у меня много кедровых. Можно добавить изюм. Я вообще люблю, кстати, печеные яблоки. И мед. Все. Отправляю это дело в духовку на 40 минут. Приблизительно. От 40 до часа. Ну, посмотрим. Все зависит от яблок. Ну что, буквально полтора... Ну, нет, час сорок где-то, наверное, в целом. Вот такой вот супчик. Густой. Наваристый. С косточками. Сейчас будем вместе с вами пробовать. Так, у меня, как всегда, практически 5 часов. И у меня это обид совмещенный с ужином. Вот такой вот супчик. Насыщенный какой цвет получается. Вообще обалденный просто запах. И хочу сказать отдельно по поводу вот этой вот продукции Белоруссии. Посмотрите, вот это вот я вчера брала ребра. Слушайте, обалденно. Я у нас раньше всегда останкинские брала. Слушайте, аж пар идет. И одни сплошные кости. Мяса практически нет. А здесь прям... Очень много мяса. Вкусно, безумно. Обалденно. Все-таки с копченых костей. Самый вкусный суп. Самый вкусный навар. Потом я удивилась. Мне вчера написали, Лена. Говорит, колбаса это у тебя не белорусская. Где-то в подвалах сделана. Ну, не знаю, 1260. Все-таки как бы не дешевая колбаса. Сыро-копченое. Честно, добросовестно, от души. Ну, черным по белому здесь написано, что это Брест. Вы хотите сказать, что у нас... Так, сейчас покажу здесь. Подделывают колбасу. Я считаю, что... Ну, это никому не надо. Так вот, я нашла сейчас. Укрупню. Республика Беларусь. Здесь, кстати, есть сайт. Белтрейден. Белтрейдишен. Бай. Вот если зайти на этот сайт, посмотреть. Я сомневаюсь, что кто-то будет подделывать. Зачем это нужно? Как бы у нас и так московской продукции много. Но... Ну, а действительно ценится белорусская продукция. И тушенка белорусская ценится. И колбасы. И мясо. Ну, потому что действительно очень хорошее качество. В конце хочу поделиться с вами интересными... фильмами, которые я для себя нашла. Один фильм мне вчера посоветовали зрители. Один я нашла сегодня. Умывалась с утра горькими слезами. Когда я его смотрела. Сейчас вам покажу. Так. Пропищала у меня сейчас духовка. Выключила я ее. Я ставила яблоки на 40 минут. И, в общем-то, они у меня... Уже, видите, вот одно яблоко развалилось. Поэтому вот я по рецепту смотрела час надо. А если они будут там час, то это прям, ну, совсем... Будет очень долго. А мед вытек. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь получилось. Все равно это очень вкусно. Печеные яблоки. Да, если они еще со сливками. Или, знаете, такая есть взбитая сметана. Это был самый первый, мой самый вкусный десерт. Когда... Ну, вот не с синтетическими сливками, а вот с настоящими взбитыми сливками в кафе у нас делали. Еще сверху посыпали этой шоколадной крошкой. Вкусно было. Прямо это у меня самый любимый десерт был. Здесь тоже очень вкусно. Она такая прям сладенькая за счет меда. Ну, и орешки, они в принципе кедровые, не могут быть невкусные. Классно. Но почему развалились, я не поняла. Кто знает, кто часто делает, напишите. В чем может быть причина. Обещала рассказать про фильмы. Вот такой фильм мне вчера посоветовали. Конец эпохи называется. Обалденный. Всем советую посмотреть. Реально здорово. 38 минут. История врача. Очень хорошего, талантливого врача. В сталинские времена. В сталинские времена, когда жизнь была очень тяжелая, очень напряженная, бедная. В коммуналке жили. То есть вся в работе. Ребенок маленький, денег нет. В общем, все 33 удовольствия, что было, как говорится. И как тогда преодолевали сложности, трудности, послевоенное время, когда вообще практически ничего нет. Но люди жили, и она очень хорошо работала. Действительно, она была профессионалом. Но она была еврейка. И в одно время были гонения там на евреев. И в общем, ей пришлось там уйти с работы. В общем, очень сложная такая история, но которая хорошо заканчивается. И прям действительно такое удовольствие получаешь колоссальное от фильма. Всем советую. То, что мне посоветовали много фильмов, вот этот прям произвел впечатление такое, что прям заставляет задуматься, что сейчас происходит, что тогда происходило. Нам кажется, что вот сейчас сложные времена. Тогда такие же были тяжелые, а сто лет назад еще были тяжелее. К сожалению, вот такова жизнь. Это очень сложно. Там многие меня сейчас обвиняют в комментариях. Лена, да как ты так можешь? Я не понимаю, чего вы ждете от меня. Я такой же обычный, смертный, как и вы. Напишите, что вы сделали вот в данной ситуации, что вы требуете от меня каких-то действий. Вот. Это вот первый фильм. И второй фильм не менее интересный. Я говорю, я сегодня... Так, подождите, где он? Я сегодня плакала, когда смотрела каждый 88-й. Называется фильм. Вот эти люди все стоят в очереди в рай. Значит, очень красиво здесь актер снимается. И сюжет, конечно, здесь... Я не буду рассказывать этот сюжет, иначе вам будет неинтересно смотреть. Ну, еще раз говорю, что я плакала и плакала. Знаете, сперва жалко было, потом это слезы счастья, то есть, как бы, понимание жизни. И, ну, все здесь непросто. Вот кажется, ой, там подумаешь, ерунда какая. Но все непросто. Но в таких простых... Но в таких непростых обстоятельствах нужно, самое главное, оставаться людьми, что тяжелее всего сделать. Не требуйте от других, требуйте от себя. Вот делайте то, что касается вас, то, на что вы можете повлиять. Вы пытаетесь повлиять на другого человека. Вы делаете то, что зависит от вас, в вашем видении. Вы думаете, что если вы кому-то там что-то будете писать и требовать, то вам такой дядя-волшебник придет и все сделает. Не будет этого, к сожалению. Как выходить, как переживать, как это все. Я не знаю, я не психолог, к сожалению, и не волшебник, и не бог. Но вот что касается меня, я для себя избрала такой путь, что я решила делиться какими-то моментами вот сейчас с людьми, быта, повседневной какой-то жизни. Вот что от меня зависит, чтобы как-то отвлечь людей от того, что происходит сейчас. Вот я выбрала такой путь. Если у вас есть какие-то более рациональные решения и нормальные, то вы молодцы, это здорово, вы смогли, это классно. Вот за счет таких режиссеров, я не знаю, кто снял этот фильм и кто снял предыдущий фильм, это взрыв просто каких-то эмоций. Ну а всем, как всегда, дорогие мои друзья, огромное-огромное спасибо за просмотр этого видео, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Как всегда, всем желаю добра. Увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok